Время новостей на 31 канале. Добрый вечер в студии Оскар Миндебаев и смотрите прямо сейчас. Каждый день на счету. Родители школьников озадачены, нужно ли тратиться на рабочие тетради. Требуют покупать. Школьники начнут учебу дистанционно, что говорят в Минобразовании. Спасение от ковид. В Минздраве рассказали, кому вакцину будут делать бесплатно. Конкретно определены показания для вакцинации. Когда появятся долгожданные препараты, кто будет его поставщиком. Спецоперация КНБ, где работала подпольная нарколаборатория. Заведено уголовное дело. Какова стоимость товара на черном рынке и как его сбывали. Медицинские организации, получившие деньги за ложные приемы казахстанцев, вернули их в трехкратном размере. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Речь идет о тех случаях, когда в клиниках приписывали прием у специалистов гражданам и получали за это средства из фонда социального медицинского страхования. По всем этим фактам проходит служебное расследование. Пока чиновники ищут виновных, казахстанцы через приложение Дому Мед продолжают узнавать о себе много нового. Доходит до смешного. У граждан объявились внебрачные дети, вторые мужья жены, а мужчины стали посещать гинекологов. Материал Нургали Карабаева. Жительница столицы Сара Бакирова, как и многие казахстанцы, узнала о себе много нового. Приложение Дому Мед показывает, что она замужем за незнакомым человеком и воспитывает двух чужих детей. На самом деле она действительно в браке, но только с другим мужчиной у нее трое детей. У меня вопрос по информационной безопасности. То есть, если я имею доступ к историям двух совершенно чужих детей, соответственно, к историям моих детей имеют доступ совершенно незнакомые мне люди. Впрочем, программа показывает и другие абсурдные данные. Например, пользователь Дому Мед Сергей Алабугин узнал, что он был на приеме у гинеколога. Но не всем удается зайти в мобильное проложение, чтобы посмотреть, нет ли за ними разных приписок. Кого-то система не пропускает. Пишет, что под его ИИНом зарегистрирован другой номер. Кто этот человек, я не знаю. И получается, что каким-то образом кто-то, давайте называть вещи своими именами, своровал мои персональные данные. И я не могу там теперь зарегистрироваться просто в принципе. Тем временем разработчики медицинской информационной системы Дому Мед говорят, что приписки чужих детей – это не их вина. Когда врачи переносили данные с бумаги в электронную базу, могли произойти ошибки. Впрочем, как и с номерами телефонов, привязанными к ИИНу. В таких случаях они просят обратиться в поликлинику и внести правки. Это просто чисто механическая ошибка при переносе информации с бумажных носителей в электронную базу. Точно так же нужно обратиться в поликлинику свою, в очередной визит, показать необходимые документы и сказать – это мой ребенок. Или это моя пожилая мама, мой папа. Пожалуйста, зарегистрируйте их в базе данных, как моих родственников, чтобы они отображались в мобильном приложении. И мы могли бы пользоваться мобильным приложением для них. В Министерстве здравоохранения рассказали, что только за первые полугодия они обнаружили 13,5 тысяч фиктивных приемов пациентов. На это из фонда социального медстрахования было выплачено 75,5 миллионов тенге. Но теперь те, кто их получили, вернули деньги в трехкратном размере. Средства лечебной организации изыскали из своей хозяйственной деятельности. Злоупотребляли больше всего в Мангистауской, Североказахстанской областях и Алматы. Хуже всего, что записи могут навредить пациенту, заключили в ведомстве. Например, в будущем пациент может поступить в больницу в бессознательном состоянии. Врач, посмотрев историю болезни, выписанные препараты через базу, получит ложные данные и по ним назначит методику лечения. В итоге пациент получит неправильное лечение, а это может быть опасно для его жизни. После скандалов с приписками в Министерстве здравоохранения начали служебное расследование. Нургали Карабаев, Людмила Батюшкина, Ринат Абулхаиров, Информбюро Алматы. В Министерстве здравоохранения рассказали, кто сможет бесплатно получить вакцину от коронавируса. Это люди из группы риска, у которых сахарный диабет, артериальная гипертония и шимическая болезнь сердца. При этих заболеваниях высок риск развития пневмонии и различных осложнений от ковид. По данным ведомства, таким образом прививки получат до 20% населения. В первую очередь мы будем ориентироваться на эти группы пациентов для того, чтобы их защитить. Как только все наши процедуры по заключению соглашения и как только вакцина уже появится, будут конкретно определены показания для вакцинации, мы приступим уже к процедурам закупа. В настоящее время расчеты все необходимые производятся. Пока вакцины, признанной мировым сообществом, нет. Только несколько производителей вышли на заключительные стадии клинических испытаний. Соответственно, поставщик вакцин для Казахстана тоже не определен. В МИД готовы вести переговоры о поставке сразу с несколькими странами. А вот другое средство защиты, доступное всем казахстанцам медицинские маски, могут подешеветь. В Минздраве заявили, что производителей масок становится больше, поэтому предельная цена может снизиться с 85 тенге до 60. Однако до карантинных цен 15-20 тенге за штуку уже не будет. Также Минздрав закупит пять обязательных лекарств для лечения коронавируса на дому. Это парацетамол и бубруфен и еще три антикоагулянта на сумму, превышающую 8,5 миллиардов тенге. Это возможность только интервенции на рынке. Она будет протекать до конца года. То есть это временная мера. И касается только соответствующих лекарств, остродефицитных. Родители жалуются, что их заставляют покупать рабочие тетради по всем предметам. Хотя даже в Министерстве образования говорят, что это не обязательно. Но директора школ продолжают настаивать на своем. Причем стоимость рабочих тетрадей постоянно растет. Ардак Камал продолжит тему. Алматинка Наталья Шпартьюк одна воспитывает пятерых детей. Чтобы прокормить их, она трудилась на двух работах. Но из-за карантина одно предприятие закрылось. Положенные пособия, либо алименты она не получает. Теперь денег катастрофически не хватает, сетует Наталья. А еще скоро начнется учебный год. И учителя снова будут настаивать на покупке рабочих тетрадей, которые часто даже не используются, признается женщина. То же самое прописать можно и в обычной тетради, которая стоит 20 тенге. Есть тетради, которые и так и лежат новые, которые сказали купить, но ребенок там ничего не делал. Они в следующем году перевыпускаются, и оставить их другому ребенку нет возможности, потому что там есть изменения. Давайте посчитаем, сколько потратит семья на тетради для троих детей школьного возраста. Для примера возьмем учеников 2, 4 и 6 классов. Для 2 и 4 класса полный набор дополнительных пособий обойдется по 9 тысяч тенге каждому. Общая сумма – 18 тысяч тенге. С 6 класса нужно покупать одну рабочую тетрадь по биологии, которая стоит 1000 тенге. Еще три атласа по 600 тенге. Лабораторные по пяти предметам будут 2000 тенге. В общем, за один учебный год семья потратит 22 800 тенге, не считая расходов на канцелярские товары, одежду и другие принадлежности. Несмотря на это, в Алматык этап настаивают, что рабочие тетради нужны. Рабочие тетради являются необходимой составляющей МК, учебно-методического комплекта, единый составляющий учебник, рабочая тетрадь, пособие для учителя, хрестоматия и определенным нормативным документом для использования этих пособий в школе является приказ Министерства образования. Все же решение, покупать рабочие тетради или нет, должны принять родители. Об этом снова напоминает в МОН. Так называемые специальные рабочие тетради, они необязательны, их требовать не нужно. Школьники могут использовать обычные тетради. Если в школах требуют купить рабочие тетради, то родители могут обратиться с жалобой в Министерство образования и науки. Ведомстве обещали разобраться с каждым фактом. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Казахстанские военные медики отправятся в Ливан, чтобы помочь пострадавшим в Бейруте при взрыве. Президент Касымжом Артукаев поручил министру обороны проработать этот вопрос. А тем временем этот город охватили протесты. Митинги в столице Ливана переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Люди обвиняют власти в халатности, которая привела к трагедии. Демонстранты требуют призвать виновных к ответу и искоренить коррупцию во власти. В ходе столкновений разгромлены десятки магазинов. Полиция применила слезоточивый газ. Пострадали по меньшей мере 150 человек. Тем временем число жертв взрыва увеличилось до 149. Продолжается поиск пропавших без вести. Для этого даже создали специальный аккаунт в Инстаграм, при помощи которого люди пытаются найти своих близких. В рамках расследования ЧП арестовали 16 человек. Среди них генеральный директор порта в Бейруте. Также полиция допросила предполагаемого владельца судна, россиянина Игоря Гречушкина. Президент Ливана заявил, что причиной мощнейшего взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетные удары или бомба. Сейчас в этом городе открывают пункты помощи. Волонтеры собирают медикаменты, продукты и одежду для пострадавших. Люди потеряли дома, потеряли своих близких, лишились бизнеса, чтобы содержать детей. Мы должны им помочь. Только это сейчас важно. И вернемся к теме вакцины от коронавируса. Ученые приступили к продвинутым испытаниям еще шести вакцин. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Три из шести препаратов разрабатывают в Китае, два в США, и еще над одним работает британская лаборатория. Приблизился ли мир к победе над ковид, расскажут мои коллеги. Возможно, ученые как никогда близки к созданию вакцины от коронавируса. Уже шесть препаратов допущены к финальной стадии клинических испытаний. На очереди еще 165. В ближайшее время запатентовать свою вакцину готовы российские разработчики. Но специалисты ВОЗ пока не спешат делать оптимистичные прогнозы. Сейчас важно убедиться, что вакцина безопасна и действенна. Мы сможем запустить ее в массовое производство не раньше, чем испытания на большом количестве людей докажут ее эффективность. А в Гонконге увеличивают охват тестирования на ковид. Предполагается, что тесты сдадут по меньшей мере 86 тысяч человек. Власти надеются, что раннее выявление бессимптомных больных поможет замедлить распространение вируса. На данный момент число больных в Гонконге приближается к 4 тысячам. Скончались 46 человек. Сингапур готовится к приему туристов. В городе принимают беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить всплеска заражений. В аэропортах и общественных местах установили тепловизоры и устройства для бесконтактного считывания биометрических данных. А за санитарной безопасностью будут следить специальные роботы-уборщики. То, что происходит в мире сейчас, мы впервые столкнулись с подобным. Но наш туристический сектор пережил и финансовый кризис, и эпидемию атипичной пневмонии. С этим мы тоже справимся. Всего за время пандемии в мире зафиксировали больше 18 миллионов больных. Погибли 718 тысяч человек. Первенство по числу заболевших по-прежнему удерживают США. Ирина Евгеньева, Елена Меншула, Информбюро. А некоторым даже удалось извлечь из пандемии пользу. Так, Марк Цукерберг официально стал сантибильярдером. Есть и такое понятие. Основатель социальной сети Facebook увеличил свой капитал до 100 миллиардов долларов. За этот год Цукерберг заработал 22 миллиарда долларов. На это повлиял выпуск аналога TikTok, Instagram Reels и, как ни странно, карантин. Из-за закрытия магазина в период пандемии торговля перешла в режим онлайн. Таким образом, 36-летний магнат вошел в тройку богатейших людей мира, наряду с основателем Amazon Джеффом Безосом и с основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Продолжаем выпуск. В Алматы ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом заявили в Комитете национальной безопасности страны. Спецоперацию по задержанию двух казахстанцев, которые организовали изготовление наркотиков, провели в конце июля. В ходе обысков изъято более 55 килограммов наркотического вещества «Мефедрон» около одной тонны химических реагентов, которых хватило бы для изготовления 30 килограммов наркотиков. Также сотрудники КНБ изъяли у задержанных крупную сумму денег в иностранной валюте, огнестрельное оружие, лабораторное оборудование, на котором производились наркотики. В Комитете национальной безопасности сообщили, что изначально подозреваемые занимались производством синтетических веществ у себя дома, позже купили коттедж в Илья-Латауском национальном парке, который использовали как подпольную лабораторию. Наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, которые работали в сети интернет, а платили за них в основном в биткоинах. Стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке составляет порядка полутора миллиардов тенге. Задержанный во дворенный следственный изолятор, по данному факту заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Перепись населения в Казахстане перенесли на октябрь 2021 года. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось провести масштабную кампанию по учету всех граждан с 1 по 30 октября этого года. В пресс-службе Министерства нациоэкономики сообщили, что методы проведения национальной переписи населения не изменились. С 1 по 15 октября следующего года проведут интернет-опрос на специализированном сайте Санат ГОВКИЗ. Параллельно по 30 октября пройдет сплошной опрос населения для сбора сведений. Интервьюеры будут регистрировать ответы в планшетах. В нашей стране национальная перепись проводится раз в 10 лет. По данным последнего сбора информации, в 2009 году население Казахстана составило почти 16,5 миллионов человек. Ну а сейчас превышает 18,5 миллионов человек. Сможет ли государство списать всем казахстанцам кредиты и чем это обернется для экономики? Готова ли власть к изменениям? Уйдет ли правительство в отставку? И когда? Сумел ли национальный совет общественного доверия при президенте оправдать ожидания народа? Сразу после информирования 21.00 не пропустите ток-шоу неге с моим коллегом Ирганатом Кобжасарым. Неге? Бүгін 31.00 нада. Сегодня в провизорном центре Прикоргалжинской районной больницы знаменательный день. Медики провожают последнего пациента. Берри Крыспаев попал сюда с диагнозом пневмония, неделю получал лечение и с заметным улучшением состояния возвращается домой. Он один из местных активистов, кто помогал с закупом 13 кислородных концентраторов, поставкой кумысы и всячески поддерживал врачей. А теперь он благодарен медработникам за то, что одолел вирус. Спасибо нашим врачам, которые не жалеют свое здоровье. Рискуя жизнью, они начали помогать нашим пациентам, медсестрам, врачам, санитарам. Я думаю, что в данный момент они являются героями наших времен. Провизорный центр на 50 коек работал с 16 июня. В течение этого времени там лечились 179 пациентов с коронавирусом из трех районов Акмолинской области. Сегодня центр приостановил свою деятельность. С понедельника за эти пять дней поступило всего два пациента. И вот наш последний пациент сегодня заканчивает свой курс лечения и с улучшением выписывается. Хочется отметить, что провизорный стационар, он в целом не закрывается, чтобы не было такой паники. Он консервируется. При ухудшении эпицитуации мы можем в любое время развернуть этот же наш карантинный стационар в полном объеме. По данным руководства районной больницы, для возобновления работы сформирован запас средств индивидуальной защиты для персонала и необходимых метаизделий и оборудования для пациентов. Зарина Беремкул, Дзидар Елеев, Информбюро, Акмолинская область. И почти во всех регионах Казахстана закрываются или ставятся на консервацию стационары, где лечились пациенты с коронавирусом и пневмонией. На сегодня закрыто 42 объекта с количеством коек больше 13 тысяч. Больше всего места освободилось в Павлодарской области почти 2 тысячи. Здесь законсервировали или закрыли сразу 10 стационаров. В Шенкенте и Карагандинской области по 6, меньше всего в Атыраусской. В Карагандинской, по данным пресс-службы управления здравоохранения, не закрывают ни один инфекционный центр, все консервируют на случай второй волны. Если опять начнется рост заболевших, больницы смогут быстро развернуть. Дальнейшее закрытие и сокращение провизорных коек планируется с 10 августа 2020 года. Число зарегистрированных случаев заболевания в Казахстане приближается к 100 тысячам. А если точнее, 96 922 случая. Выздоровели больше 70,5 тысяч человек. А 1189, по официальным данным, скончались. Продолжаем выпуск «Спасите озеро». Карагандинцы засыпали жалобами управления парками из-за того, что водоем в центральном парке превращается в болото. Он зарос водорослями. Вопрос с финансированием очистительных работ еще не решен. Но местные коммунальщики нашли выход. Вытаскиваются и цепляют водорослю на себя. И потом водоросли... Оно наматывается, да? Оно наматывается там в овакуша такая. Ну, сейчас он, конечно, выйдет. И с помощью троса она это вот туда, на катамаране туда заводят, а потом обратно тащат. Вот, наверное, бульдозили. Рабочие соорудили вот такую конструкцию. Приварили к трубам штыри. Гребенку завозят в центр водоема, а потом тянут на берег с помощью трактора. За нее цепляются водоросли. Опорой служит тяжелая подставка для новогодней елки. Сотрудники парка надеются таким способом за месяц-другой очистить озеро. Правда, это не устранит причину. Водоем стал зарастать тиной, потому что прекратился приток свежей воды. Озеро пополняется только весной паводковыми водами. Питающая его речка Букпа за последние 80 лет сильно обмелела из-за хозяйственной деятельности человека. Пока власти ломают голову, как решить проблему, коммунальщикам приходится справляться своими силами. Вот это гораздо миллион. А? 62 миллиона. Чтобы тут завести специальные земснаряды, такие есть технологии. Ну, я думаю, это дорогостоящее. Тем более с такими событиями, которые у нас происходят в стране. Это, ну, тем более тот же эффект, как вы сейчас видите, такой же эффект мы получим.